Она говорила, что если её поймают, то её не будут жалеть, потому что она уже не ребёнок, ей уже 26 лет. У неё не будет никаких смягчающих обстоятельств с точки зрения семьи, и даже мать не сможет за неё вступиться. И она говорила, что с большой вероятностью её убьют, если её найдут. Привет! Только что вы услышали, как петербурженка Елена Потяева рассказывает о своей подруге, Чеченьке Седи Сулеймановой. Прошлым летом сбежавшую от родственников Седу похитили и увезли обратно в Чечню, где родные угрожали девушке убийством чести. Это первая серия подкаста «Села Сата», в которой мы, журналистки Маши Климова и Юлия Сугуева, рассказываем о жизни женщин на Северном Кавказе. А Села Сата — это богиня войнахской мифологии, покровительница девушек. Полтора года назад Седа Сулейманова втайне от своей семьи уехала из Грозного в Петербург. Правозащитникам, которые помогали ей сбежать, она рассказала, что оставаться дома ей попросту небезопасно. Седу ограничивали во всём. Родственники решали, кем она будет работать, куда ходить и с кем общаться. Предполагалось, что её выдадут замуж за мужчину, которого ей выберут родители. Любая попытка девушки проявить хоть какую-то самостоятельность, даже когда она стала взрослой, заканчивалась угрозами, в том числе и угрозой убийства. Вот что об этом рассказывает её подруга Елена Потяева. Седа решилась на побег в тот момент, когда она поняла, что ей просто небезопасно уже находиться дома. То есть давление семьи до такой степени усилилось, и при этом она понимала, что скоро её спалят, грубо говоря. Она понимала, что скоро мать, затем и остальные родственники поймут, что в душе она не тот человек, которому её хотят видеть, что она вынуждена была жить в каком-то притворстве, изображать, что она соблюдает все правила. Но в глубине души, в действительности, она чувствовала, что она хочет жить по-другому, и она всё равно как-то это проявляла. Она общалась с кем-то в интернете, она общалась с кем-то вживую, она ходила на работу в Чечне, и на этой работе она работала в кофейне. Вот на этой работе она общалась с людьми. У неё были какие-то желания, какие-то планы. У неё совершенно точно не было желания прожить всю жизнь, как-то сказать, в таком вот подчинённом состоянии. У неё не было желания и планов. В её планы не входило насильное замужество, за какого-нибудь там, не знаю, мужа, который ей совершенно неинтересен, просто которого выбрала её семья. Чтобы избежать всего этого, она сбежала. Седа обратилась в правозащитный проект СК СОС и с его помощью смогла уехать из Чечни в Петербург. Там она начала новую жизнь. Седа в этом плане вообще была уникальным человеком, рассказывает пресс-секретарь СК СОС Александра Мирошникова. То есть она достаточно быстро встала на ноги, быстро нашла работу, быстро нашла съёмное жильё, очень быстро освоилась. Это, с одной стороны, было потрясающе в плане того, что человек так быстро интегрировался в новое общество. Всё же обычно, когда мы эвакуируем девушек, нужно всегда держать в уме, что это люди, которые какое-то время своей жизни жили в изоляции, в то время как у других людей в это время была какая-то активная социализация, учёба, работа и так далее. А тут люди, которые много времени просидели дома. И им бывает сложно включиться в новую жизнь, найти работу, обустроиться как-то и привыкнуть к тому, что они сами за себя отвечают. А тут как раз-таки Седа очень быстро освоилась и очень быстро научилась жить сама. И, с одной стороны, это было очень хорошо, с другой стороны, именно из-за того, что она вот так быстро освоилась, она не хотела уже уезжать из России. Уехать в другую страну правозащитники предлагали Седе для того, чтобы её не смогли найти родственники. Но Седа полюбила Петербург. К тому же первое время казалось, что её никто и не ищет. Спустя почти полгода после побега Седа, как обычно, пошла на работу. В какой-то момент в кафе зашёл мужчина, которого она сразу узнала. Это был её родственник из Чечни. Он сказал, что найти её помогли полицейские и что сбежать снова ей не удастся. Рассказывает Елена Потяева, подруга и соседка Седы по квартире. Ну, он требовал с неё адрес, где она живёт. Она говорила, что вот, ты же, мол, знаешь, где я работаю, у тебя есть мой телефон, там что-то такое. Он говорит, как бы, мы тебе уже не верим, что ты, мол, завтра сбежишь и всё такое. Поэтому скажи адрес. Она назвала адрес из того же района, из того же района, где она действительно в тот момент вместе со мной снимала квартиру. Она растерялась, и никакая другая улица там в голову не пришла, кроме там соседней улицы, где мы жили. И в итоге она всё равно, получается, называла адрес близкий к тому месту, где мы жили. Седяного родственника в итоге спугнул вошедший в кафе посетитель. Девушке удалось уйти. Она была очень напугана. На несколько дней Седа отключила телефон и не выходила на связь даже с подругой. Несмотря на то, что родственники нашли её, Седа всё равно решила остаться в Петербурге. У неё только-только появились друзья и завязались отношения с молодым человеком, Станиславом Кудрявцевым. Они познакомились в Тиндере. Первое время Седа не хотела говорить ему, что сбежала из Чечни. Другие молодые люди, с которыми она переписывалась, узнав, что она в бегах, прекращались не общаться. Но Станислава это не отпугнуло. И весной 2023 года они начали встречаться и жить вместе. Седа уволилась из кофейни и стала брать собак на временную передержку. Седа очень добрая. Очень добрая и отзывчивая. То есть она очень любила животных, собак особенно. У неё была вот эта передержка, когда на эту работу её Стас устроил. То есть хозяева, которые уезжали куда-то в другой город, и им нужно было с кем-то оставить собаку, они обращались к ней. Ну и просто отдавали ей собаку. И она жила там с этой собакой, выгуливала её, ухаживала за ней. Я помню, к одной собаке она так сильно привязалась, что ей грустно было с ней арестоваться, потому что собака была пожилая. Она понимала, что, возможно, на следующий год собаки уже не будет живых. И поэтому, возможно, она её увидит в последний раз. Ну, она с ней долго прожила. Хозяева этой собаки надолго уезжали. Может быть, на... Не помню, какая порода. Я просто в породу собак не сильна. Поэтому, ну, большая собака, всё, что я могу сказать. Она была настолько к ней привязана, что вот ей прям грустно было в последний день. Было грустно, что она скоро её вернёт хозяевам. И, скорее всего, уже и не увидит, потому что через год или когда в следующий раз хозяева поедут в отпуск, неизвестно, будет ли ещё жива эта собака. Я помню, что она хотела такой прощальный вечер для этой собаки устроить и отправиться на залив, ну, вместе со Стасом и вместе с этой собакой, вот чтобы собака там могла поплавать, там побрызгаться, насладиться природой. Какие-то такие истории про неё я могу только вспомнить. Она очень открытый человек. То есть вот это на 100% правда. То есть никакой интроверсии там и не пахнет. Рассказывает Станислав Кудрявцев, жених Седы. Как бы все мои друзья и знакомые очень быстро к ней прониклись в течение недели, наверное, или двух. То есть она познакомилась и с подругами, и с друзьями. Все сказали, что Стас, это прям великолепно. Мы оставляем эту девочку в шутливой форме. Могу сказать про неё то, что она брала на себя всю ответственность. То есть даже в формате каком-то финансовом, да, то есть она стремилась быть независимой от меня. Пускай как бы она и находилась в Питере на таких, на птичьих правах, но при этом даже я никогда не спрашивал, да, не просил ничего. Ну вот мы куда-то пойдём, мы купим ей какие-то вещи. Я хотел сделать её жизнь уютнее здесь, да. Но потом, сидя на работе или сидя где-то ещё, я такой раз получал перевод от неё денег, потому что она говорит, чувак, спасибо тебе, конечно, но я хочу вот сама, 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 сама. Она всегда возвращала всё. Ну это странная такая привычка, а может не привычка, может просто желание быть обособленной. Я связываю это с тем, что, возможно, у неё не возникло близких контактов в Грозном со своей семьёй, то есть всегда в супротиве, всегда вот в одиночку. Но постепенно это проходило. К третьему месяцу, наверное, она уже пообвыклась. В общем-то, в тот момент как раз она стала больше общаться с моими родителями, то есть даже без моего участия она ездила с ними на дачу, чем-то помогала, помогала маме с шитьём, там, как-то занавесок, платьев для себя. То есть мама казалась, что типа, Сай, я хочу тебе платье шить. И она участвовала во всём в этом. То есть уже понимала, что эти отношения не разовое мероприятие, а что-то надолго и на хорошем фундаменте. О семье и жизни в Чечне Седа рассказывала мало. Станислав говорит, что они увлечённо обсуждали совместное будущее, а прошлое почти не обсуждали. Из семьи Седа продолжила общаться только с мамой. Для этого она завела отдельный аккаунт в Телеграме, по которому родственники не смогли бы её выследить. Седа рассказывала матери, что встретила мужчину и нашла работу. Говорила, что домой она не вернётся. Та пыталась заставить дочь передумать, говорит подруга Седа. Конечно же, просила её вернуться. Конечно же, говорила, что вот как ей плохо без неё, и что мы тебя всё равно ищем, мы тебя всё равно найдём. Возвращайся по-хорошему, что если ты сейчас вернёшься, то всё будет нормально, я тебя там смогу защитить, что-то в таком ключе. Что если тебя поймают, это будет уже совсем другая история, и никто тебя защитить уже не сможет в этой ситуации. По-видимому, большая ошибка была и с её стороны сказать, что она выходит замуж за русского, за меня. И, видимо, после этого началось прям активное движение и бурление на той стороне, насколько я могу судить. Планировать свадьбу Станислав и Седа начали в июне. Но перед этим решили, что будет лучше, если девушка сначала сменит имя и прописку. Боялись, что иначе её могут вычислить. Их свадьба так и не состоялась. Летом прошлого года Седу похитили и вернули в Чечню родственникам. Вечером 23 августа, когда Станислав вернулся с работы, возле дома его ждали четверо мужчин. Они представились с сотрудниками полиции и показали ему фотографию Седа. Они говорили, что девушку обвиняют в краже украшений на 150 тысяч рублей и требовали открыть дверь в квартиру. Я отнекивался до последнего минут сорок, наверное, на улице. То есть я пытался их обмануть в том, что её нет дома, потому что она у подруги в другой части города. Они говорят, ну всё, сейчас мы поедем типа в полицию. Посадили меня в тачку и, в общем, мы покатались по району, не доехав до отделения. Они меня промайновали в машине. Сказали, что повесят на меня дело за укрывательство человека, совершившего якобы преступление. Полицейские отобрали у Станислава телефон, не дав никому позвонить, и продолжили его запугивать. Он не знал, что делать. В итоге ему пришлось пустить силовиков в квартиру. Увидев полицейских, Седа сразу всё поняла и расплакалась. Их обоих увезли в отдел полиции. Станислава почти сразу отпустили, а у девушки сняли отпечатки пальцев. В отделе Кудрявцев видел, как местные оперативники передавали какие-то документы чеченским коллегам. Он запомнил, что Седа в разговоре с силовиками несколько раз повторила «меня убьют». Но они всё равно вывели девушку на улицу, посадили в машину и увезли. Уже вместе с правозащитниками из СКСОС Кудрявцев пытался найти Седу, но оказалось, что в отделе полиции её даже не оформили. В конце августа уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Салтаев опубликовал фотографию с Седой Сулеймановой. На снимке она в длинном платье, на голове платок. В своём телеграм-канале Салтаев написал, что лично пообщался с Седой и убедился, что ей ничего не угрожает. Она находится в безопасности и чувствует себя хорошо. Ещё через несколько дней он опубликовал видео с девушкой. «Сегодня навестил Седу Сулейманову. Она встретила меня в хорошем настроении». Написал он под записью, на которой Седа без тени улыбки и молча провожает его к машине. Салтаев добавил, что девушке приятно находиться вместе с родными и что она опровергает слухи и различные сообщения, связанные с ней. Седа не первая девушка с Кавказа, которую насильно вернули в семью. За пару месяцев до её похищения в московском аэропорту задержали 20-летнюю чеченку Селиму Исмаилову. Она пыталась сбежать от сбивавшего её отца. Формальной причиной для задержания тоже стало обвинение в краже. Родственники беглянок часто используют такие обвинения, чтобы у силовиков был повод схватить их. Селиму вернули в семье, а чеченский омбудсмен Салтаев тогда тоже опубликовал видео, в котором участливо уточнял у девушки, правда ли, что у неё нет никаких проблем, ведь она находится среди своих родственников, в любящей семье. Два года назад силовики ворвались в убежище для женщин в Махачкале, избили сотрудниц и подопечных шелтера и увезли сбежавшую из Чечни Халимат Тарамову. Позже чеченский паблик выложил видео с Тарамовой. В ролике девушка говорит, что она в порядке и просит оставить её и её семью в покое. Ещё раньше, летом 2019 года, в Москве похитили чеченку Заиру Сугаипову, которая скрывалась в кризисном центре Китиш. Она сбежала от нежеланного замужества. Это только несколько случаев за последние годы, о которых стало широко известно, и только из Чечни. Но сбегают девушки и из соседних Ингушетии и Дагестана, и за ними тоже охотятся родственники. После похищения Сугаиповой с ней тоже вышло видео, в котором она говорила, что на побег из дома её спровоцировали феминистки. С тех пор Озаире ничего не известно, как и о Халимат, Селиме и Седе. Что происходит после того, как родственники насильно возвращают забежавших девушек домой, объясняет Александра Мирошникова, пресс-секретарь кризисной группы СКСОС? Тут есть несколько сценариев. Первый, самый негативный. Девушку могут убить, чтобы смыть пятно позора семьи. Это называется убийством чести. По сути, когда правозащитники выносят ситуацию в медиаполе, они просто пытаются сделать так, чтобы девушка осталась живой. На Северном Кавказе очень боятся огласки, очень не любят, когда выносят ссоры за збы. Мы видим, что когда ситуация попадается в медиаполе, обычно сразу же просыпаются местные органы, которые стремятся показать, что на самом деле всё хорошо, что вот девушка жива и здорова, поводов для беспокойства нет, она сама захотела вернуться, она очень счастлива быть рядом со своими родственниками, а вот там видео, фото, посмотрите, всё хорошо. И в таком случае правозащитники просто набиваются в того, что они видят, что девушка жива, что её не убьют, потому что кого же тогда показывать. По сути, за счёт огласки мы, как правило, стараемся избежать вот этого самого худшего варианта. После этого варианта по уровню негатива идёт, наверное, вариант какого-то физического наказания, то есть, когда девушку наказывают за то, что она сбежала, за то, что она вела себя неподобающе, и в дальнейшем гораздо жёстче её контролируют, чтобы она не сбежала повторно, во всём её ограничивают, не дают ей связаться ни с друзьями, ни с знакомыми, и, по сути, девушка без вылазности сидит дома, просто потому, что теперь надзор со мной гораздо жёстче. Дальше некоторые девушки сбегают повторно, то есть, некоторые всё равно находят вариант, дожидаются, пока контроль ослабнет, и в итоге бегут снова. То есть, у нас есть подзащитные, которые сбегали три раза, четыре раза, снова и снова, пока это, наконец-таки, не увенчалось успехом. Либо же, да, девушки, некоторые остаются хотят жить ту жизнь, от которой они пытались сбежать. На своей практике я не помню случаев, когда жизнь девушки после того, как её вернули домой, стала бы значительно лучше. Я знаю, что она никогда не подстроится под это окружение. У неё очень сильный характер, и она ни в коем случае не станет под это всё подстраиваться. Так говорила Седи Сулейманова и другая беглянка, Сара Бибулатова. Они обе были подопечными из Касос. История самой Сары закончилась хорошо. Она успела уехать за границу за несколько дней до визита силовиков в шелтер, где она жила. Они искали её по заявлению родственников. Сара – этническая чеченка, но всю жизнь прожила в Баку. Она рассказывала, что отец бил её за общение с одноклассниками и прогулки без сопровождения. Девочку с детства готовили к тому, что после школы она не будет учиться или работать. Её сразу выдадут замуж. Сара сбегала из дома дважды. Через несколько месяцев после первого побега она добровольно вернулась в семью. Поверила, что всё изменится. Девушки пообещали, что она сможет поступить в колледж. Но на деле отправили её на перевоспитание в Дагестан, где два местных имама объявили, что в ней сидят джины. Её возили в центр, где над ней читали Коран, плевали в лицо, давали нюхать какие-то травы и избивали палкой. В конце концов, Сара снова сбежала и позже она покинула Россию. Похищение Седы, с которой она успела сдружиться в убежище, стало для неё сильным потрясением. «Мне очень тяжело, особенно когда думаю, через что она сейчас может проходить», говорила она. Обычно мы стараемся отслеживать судьбы своих подзащитных либо как-то через какие-то онлайн-инструменты, либо как-то по-другому. Но, например, мы знаем, что Халима Трамбова точно жива. В этом смысле показательная ситуация с Седой, почему мы не можем никак оставить этот кейс и продолжаем про него говорить, несмотря на то, что никаких новостей не появляется, так это потому, что о Седе нам как раз ничего и не известно. То есть она не выходит на связь ни с нами, ни со своим молодым человеком с того момента, как, соответственно, полномочный по правам человека в Чечне опубликовал с ней последнее видео. С тех пор мы ничего о девушке не знаем. Хотя логично следующим шагом было бы, если бы она под давлением местных властей позвонила бы нам или, что логичнее, Станиславу своему жениху и сказала, что с ней всё хорошо, она возвращаться не хочет. То есть это то, как должна была развиваться ситуация дальше по классическому сценарию. Здесь же она так не развивается. Прошло уже больше полгода с момента публикации последнего видео с Седой. 1 февраля её подруга Елена Потяева вышла к зданию прокуратуры Петербурга. На своём плакате она написала вопрос «Жива ли Седа Сулейманова?» Елену задержали. Много месяцев я, естественно, ничего не делала не потому, что много месяцев мне было там безразлично, а потом в какой-то момент я такая «Надо идти на пикет». Нет, все эти много месяцев я точно так же, как и все остальные друзья и близкие Седы в Питере, я точно так же не знала, что делать, ждала, думала, надеялась, ждала новостей, была там на связи с людьми, которые знали больше, чем я. Ну, у нас была, у всех, наверное, эта дилемма, как бы перед каждым из нас, кому дорога жизнь Седы, перед каждым из нас стояла дилемма, что выбрать, тишину или огласку, какие-то переговоры по-тихому или максимальный шум. И далеко не сразу как бы мы пришли к этой идее, что вот шум это та стратегия, которую нужно использовать. То есть было множество вариантов, что как-то это решить какими-то переговорами, какими-то другими способами. Но в итоге все эти переговоры ни к чему не привели, ничего не дали, никакого результата не было. Вскоре в СКСО сообщили, что Седу Сулейманову могли убить родственники. Эта информация поступила в кризисную группу от двух источников Чечне. Но точного подтверждения, что девушка стала жертвой убийства чести, нет. И правозащитники потребовали в Следственные комитеты прокуратуры провести срочную проверку возможного преступления. Либо же удостовериться, что Седа жива. В семье девушки связывались журналисты, как независимые, так и провластные. Родственники утверждали, что с девушкой все в порядке, но поговорить с ней не позволили. Люди пишут стихи про нее, есть песни написанные про нее, есть фан-арт, картинки нарисованные, есть ее портрет. Есть 2000 обращений, более 2000 обращений, которые люди подписали в Следственный комитет, прокуратуру и Уполномоченный по правам человека Москальковой. Это на самом деле очень много. И очень важно, очень важно не терять надежду, не отчаиваться, не сдаваться и осознавать, что на самом деле мы сделали много, что на самом деле нас много, что мы можем намного больше, чем нам кажется, что мы можем. 27 февраля в разных странах прошли акции в поддержку Седы. В Аргентине, Грузии, Германии, Мексике, Польше люди пришли к российским посольствам с фотографиями девушки и требованиями выяснить, что с ней произошло. Единственное, что если кто-то и может ей помочь, то это люди, это мы, это люди, которые находятся на свободе, которым в данный момент ничего не угрожает. И если кто-то и может ей помочь, что это мы и наши коллективные действия, понятно, что это всё равно какая-то надежда на чудо, но иногда чудеса случаются, иногда что-то идёт не по плану, иногда даже политзаключённых выпускают из тюрьмы, осуждённых на долгие тюрьмные сроки. Поэтому, может быть, и в данной ситуации возможно чудо, может быть, и в данной ситуации, если общественное давление будет максимально большим, может быть, это поможет. По крайней мере, возможно, это сохранит ей жизнь. Это была первая серия подкаста Сала Сата. В нём мы хотим поговорить о том, как складывается жизнь женщин на Северном Кавказе. Как воспитывают дочерей в кавказских семьях? Правда ли, что обычно родители полностью определяют судьбу девушек? Так ли важна репутация семьи? И действительно ли зачастую именно родные женщин влияют даже на выбор мужа? А что при этом чувствуют сами девушки, будущее которых зависит от решений, принятых их семьями? Если вы родились, выросли или живёте на Северном Кавказе и хотите поделиться своей историей, напишите нам в Бот в Телеграме, он указан в описании. В следующей серии мы начнём с самого начала и расскажем о том, как семьи на Кавказе относятся к рождению девочек. Кавказе